Добрый день, с вами Людвин, и сегодня у нас в гостях наш преподаватель Екатерина Александровна Кольцева. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Очень приятно видеть вас сегодня здесь. И первый вопрос. Кем вы хотели стать в детстве? В детстве я хотела много кем стать, но больше всего мне хотелось стать музыкантом. Я часто уступала в детстве на конкурсах, в том числе международных, очень часто мы побеждали. Как-нибудь помогает это вам в вашей деятельности текущих преподаваний? Да. У меня очень хорошо развит слух. Это в любом случае помогает мне изучать китайский, потому что там есть тонны, и английский тоже, чтобы делать лучше произношение. И фонетику ваших студентов всегда на 5. Надеюсь, так и будет. А как вышло так, что вы стали преподавателем английского? В определенный момент жизни мне пришлось задуматься, что со мной будет происходить, когда мне будет очень много лет, и когда я не смогу полагаться на родителей, ни в каком плане, ни советом, ни финансово. И мне пришлось все-таки прислушаться голосу разуму и выбрать то, что у меня получается, кроме музыки, хорошо. Это либо химия, либо иностранные языки. Я решила выбрать иностранные языки. Это был легкий выбор? Нет. А вы не жалеете о ваших выборе сейчас? Нет. Английский рубит. А как началось ваше сотрудничество с языковой школой Линби? Я была заинтересована в том, чтобы начать работать как преподаватель на остальных языках, потому что я считаю, что я достаточно много могу дать своим ученикам. И, собственно, мне хотелось и для себя получить какой-то опыт. В общем, я искала то, что, на мой взгляд, было достаточно оригинально, подходила мне по формату, и я наткнулась на рекламу Лингвина. Я почитала об этой организации, почитала отзывы и решила отправить свое e-mail. У каждого преподавателя есть список правил, которого он придерживается. Скажите, у вас есть такой список? На самом деле нет. Единственное, что хочется у учеников — это честность. В плане того, что не нужно обманывать, что вы что-то не делали или, наоборот, делали. И также не нужно бояться разговаривать, не нужно зажиматься. Даже если есть какие-то ошибки, то, собственно, мы здесь, чтобы это исправить. Мы этот вопрос уже задавали другим преподавателям про идеального ученика. Сошлись на мнении, что идеального хоть не может, но есть ли какие-то черты, которые помогают понять, что ученик стремится к идеалу? Ну, конечно, для более взрослых людей это сознательность, когда люди понимают, с какой целью они хотят изучать иностранный язык. Что касается детей, идеальный ученик здесь все просто — иметь необходимые принадлежности и стараться сфокусироваться на приобретении знаний. А как вы расслабляетесь после тяжелого рабочего дня? Наиболее распространенный способ расслабиться для меня и для друзей — это поиграть вместе в компьютерные игры. Обожаю компьютерные игры. Или, чтобы расслабиться, я могу выучить какую-нибудь песню на гитаре и аккомпанировать ее. А вы думаете, что компьютерные игры для преподавателя — это что-то несерьезное? И у нас нечасто встретишь преподавателей, которые играют в компьютерные игры. Может быть, для наших зрителей вы расскажете, какие игры ваши любимые? Мои любимые игры — это шутеры или гонки. А не связана ли ваша любовь к компьютерным играм с тем, что вы так хорошо знаете английский язык? На самом деле изначально нет, но впоследствии, чтобы лучше знать английский, я просто перепела язык в играх на английский. Можете посоветовать вашим ученикам чаще играть в компьютерные игры? Да, но только с образовательной целью. Итак, мы добрались до Блиц-опроса. Блиц-опрос — это краткие вопросы. Мы вам задаем, а вы даете краткие же ответы. Вы готовы? Да. Мы начинаем наш Блиц-опрос. Любимая книга? The Green Mile. Любимый персонаж? Марк Петри. Это подросток из книги Салима Худел. Написана книга из Стивена Кингом. Любимый цвет? Красный. Любимая еда? Ту, которую нужно готовить. Любимая игра? Remind the Ashes. Любимый фильм? Bruce Almighty. Любимый музыкальный исполнитель? Из иностранных Muse или Micam и из отечественных Data Tank. Главное качество любого педагога — это? Гибкость. Любимое слово на языке, который вы преподаете? На английском — Russian, на китайском — G-Tin. Это тоже Russian. Отлично. И на этом наш Блиц-опрос завершен. Спасибо большое. Вы справились великолепно. И напоследок попросим вас пожелать что-то своим ученикам и их родителям, которые смотрят это видео. Я желаю абсолютно всем, как ученикам, так и родителям, никогда не бояться брать новые вершины, оставить для себя цели, достигать их и не бояться ошибок. Спасибо большое. С нами была Екатерина Александровна Колесова. Спасибо огромное за ваше интервью. Мы прощаемся с вами до следующих интервью. До свидания. А на китайском — ЗАЙЦЕН. ЗАЙЦЕН.